Славная эскадрилья, зародившаяся в Иванове. 75 лет назад, в разгар Великой Отечественной войны, французские авиаторы прибыли на северный аэродром города. Оттуда вместе с советскими механиками в составе полка Нормандия Неман несколько лет наносили сокрушительные удары по немецким формированиям. Полвека назад в Ивановской школе номер 29 открылся музей истории авиаполка. Экспонаты собирали в прямом смысле всем миром. Архивные фото и военную форму подарили потомки французских летчиков. Школьники знают историю каждого предмета и охотно делятся ей с гостями. Это шлемофон, комбинезон и ботинки современного французского летчика полка Нормандия Неман. Рядом вы можете увидеть макет первого варианта памятника полку Нормандия Неман в Иванове. Наш музей предоставлял скульптору Суровцеву различную информацию, связанную с полком Нормандия Неман. В благодарность за это он и вручил нам данный макет. Рядом вы можете увидеть каски времен Великой Отечественной войны. А это шинель летчика 18-го гвардейского полка Кондратьева. В 1943 году он помогал летчикам полка Нормандия Неман освоить тактику группового воздушного боя. Эскадрилья за время войны вступала в бой около 900 раз. Французы за штурвалами советских истребителей сражались в ключевых битвах с оккупантами на Курской дуге. Жуткая война унесла жизни половины личного состава Нормандии. В память о них в школе ежегодно собираются потомки доблестных летчиков. Сегодня в нашей школе проходит четвертый заключительный этап 30-го международного слета полка Нормандии Неман. У нас приехали в гости именно дети, пилотов, родственники тех пилотов, которые воевали в полку Нормандии. Накануне юбилея в школу доставили бюст Марселя Альбера. Монумент преподнес в дар автор проекта «Аллея российской славы». Марсель был одним из первых французских летчиков-добровольцев, прибывших в Иваново. Когда эскадрилья была преобразована в полк, он стал командиром эскадрильи Руан. За его заслуги 27 ноября 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В день годовщины образования полка в актовом зале школы собрались ветераны Великой Отечественной, ученики и представители французской делегации во главе с военным атташе Эриком Кунзельманом. Они сыграли роль в окончательном разгромке фашистской Германии, но надо память, что они укрепили прежде всего французско-российскую дружбу. Для нас это очень-очень важно. Памятные мероприятия продолжились у монумента одноименному полку возле 56-й школы. Первые лица города вместе с иностранными гостями возложили цветы и отдали дань уважения победителям. Автор памятника Владимир Суровцев в работе использовал архивные материалы школьного музея. Очень приятно, что здесь музей в школе, где ребята искренне собирали эти материалы. И, собственно, для этого и делается. Вот это вот и есть реальная приемственность поколений. Типичный момент, когда русские и французы понимают друг друга, и поэтому это очень важно не забыть. Такие международные встречи еще раз доказывают, что никакие геополитические противоречия не заставят забыть о бравых героях, объединившихся против общего врага. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.